Эта жительница Ленинского района Алифтина подкармливает бездомных кошек уже 10 лет. Говорит, что питомцы должны иметь возможность попадать в подвалы. Там тепло, кошки не погибнут от лютого мороза зимой. А в подвале, как полагается, чтобы продукты обязательно были. А для кошек это обязательно нужно, чтобы они жили. Все дело в так называемых продухах. Говоря попросту, вот эти отверстия. Они служат для вентиляции и проветривания. Но наглухо заваренные и закрытые они стали причиной настоящего геноцида для бездомных животных. Когда их закрывали, оставшиеся в подвалах кошки гибли мучительной смертью от обезвоживания и голода. Этим котятам, можно сказать, повезло. Посмотри, сколько котят выкинули. На улице они оказались весной. Значит, шанс выжить есть. А сколько животных буквально закоченели на улицах в стужу, никто не знает. По действующим сейчас правилам, домоуправляющие организации должны обеспечить проветривание подвального помещения и одновременно должны обеспечить защиту от попадания туда животных и посторонних людей. К возможной инновации открыть подвальные помещения для бездомных собак и кошек отношения здесь неоднозначные. С одной стороны, гуманность такого шага не оспаривается. Но с другой, ведь и подвал не проходной двор. Сейчас у домоуправляющих компаний есть такая обязанность, потому что препятствовать проникновению в подвальные помещения тех форм жизни, которых там не должно быть, то есть животных, посторонних людей, поскольку подвал это техническое сооружение, в нем находятся коммуникации, доступ в подвальные помещения должны иметь только специалисты. У самих жильцов также неоднозначная реакция. Если, допустим, котята рождаются, вот у кошки, да, соответственно, кошка лежит в подвале. А вот так вот что случится, и потом, представляете, вот если умирает там котята, если их там не покормить, не попоить, и вот это разлагается запах. С одной стороны, хорошо, а там хоть крыс, может, поменьше будет. Ну, а с другой стороны, плохо. То, что их там разведется много, тоже ведь, если бы они хоть как стерилизованные были, так другой разговор. Обязательно должны быть, обязательно должны быть продухи. Недаром тут стоят решетки, они просто забитые, вот эти вот блоки. Обязательно. И потом вообще кошки в доме нужны, иначе разведутся крысы и мыши. Если животные будут привиты и стерилизованы, вреда от них точно не будет, уверен Владимир Гройсман. А вот польза – точно. Опять же, у нас подвалы, особенно старых домов, ну, собственно, новых-то сейчас мало, да и в новых они сделаны так, что там в обязательном порядке находятся крысы и мыши. Если там нет кошек, они бесконтрольно размножаются. И вы же, наверное, видели, как крысы бегают у нас по улицам. Так это из-за того, что кошек нет. Как говорят многие эксперты, если кошкам разрешат жить в подвалах, то решается сразу несколько вопросов. Станут проветриваться подвалы, будет меньше плесени и вони в подъездах. Вопрос о доступе бездомных животных в подвальные помещения поднимался еще в конце 2017 года. Однако к рассмотрению был принят только недавно. Дарья Кульбакина, Юрий Чухин, Михаил Городников и Виталий Кудрявцев. Время новостей.